Мы поговорим о том, что должен знать совсем каждый школьник. Причем, чем раньше это узнать, тем, что называется, вам будет легче, потому что вы выясните сегодня, что, оказывается, большая часть того, что вы делаете на уроках, там, решая какие-то задачи, может быть сделана быстрее, а главное, просто научность начинается лучше понимать. Во-первых, откуда я все это дело беру? Был такой Игорь Федорович Шарыгин. Много лет он на репетиторском, он закончился, образовательское количество ее было. Работал в разных педагогических организациях, несколько очень хороших книжек по геометрии. И, соответственно, сейчас даже Олимпиада по геометрии имени Шарыгина. Это трудная штука. У нее заочный тур проходит зимой, тяжелые, достойные задачи. И после этого летом проходит, собственно, два дня Олимпиада, где участвуют те, кто лучше всего решил заочный тур. Это трудное и очень такое достойное мероприятие. На него еще есть отбор очень тур весной. Ну, в общем, там целая система геометических Олимпиад. Просто так прийти на нее совершенно бесполезно. То есть надо много лет потратить, решая геометрические задачи. И советуют интересную, замечательную. Вот. И чтобы хоть что-нибудь там сделать. Так вот, кроме вот этой вот своей геометической деятельности, Шарыгин еще написал книжку. Она в двух томах. Называется «Решение задач. Десятый класс». И есть такое же «Решение задач. Одиннадцатый класс». В соавторстве с Голубом. Ну, кстати, на самом деле не надо в нем думать, что десятый класс – это десятый класс. Ничего подобного. Десятый класс – это математика, наоборот. С первого по девятый класс. А вот одиннадцатый класс – это то, что обычно в десятом одиннадцатом. Это исторически получилось, потому что, повторяю, Шарыгин очень много работал как репетитор. И, соответственно, типичная история, что где-нибудь классу к девятому-десятому ученик понимает, что скоро поступать, а он ничего не знает. И, соответственно, приходит к репетитору. И в результате нужно быстро-быстро пройти весь курс математики за предыдущие годы и потом двигаться. Вот и получились два тома. Видишь, хорошая? Она абсолютно не олимпиадная. Она действительно посвящена тому, чтобы разумно объяснить школьную программу. Здесь к большинству задач решения, советую ее решать. Она чуть-чуть чрезмерна. То есть часто вы берете главу, там задач, я не знаю, скажем, систем уравнений 235 штук. Ну, это, конечно, замечательно, но если вы даже решите 50 из них, скорее всего, вы все поймете, да? То есть здесь задач немножко с запасом. Но достоинство книги, что каждая глава начинается на несколько, причем несколько, это в смысле штук 20. А вот с вами я беру одну главу. Здесь разобрано 30 задач. Подробное решение. В общем, ребята, разумеется, на кружках невозможно что-то читать книжку, но с другой стороны, очень советую, она многократно переиздавалась. Это не для олимпиадиков, это для, что называется, обычных школьников. Но, конечно, здесь, что называется, школьная программа покрыта абсолютно надежно. И, вот, я возьму сейчас одну главу, ну, потому что даже, на самом деле, одну главу решать довольно тяжело, которая называется «Неравенство».